вчера я записала видео была на озере и там увидела мусор и сняла его и сказала что чисто нужно чтобы убирали ну не грязно на озеро озеро такое запущено там пакеты всякие его выложила вчера на youtube и выложила небольшой пост в instagram stories и одна моя подписчица написала что чисто не там где убирает а там где не мусорит ну это тоже конечно мусорить нельзя я понимаю этого не делаю мало того я даже мусор разделяю я думаю что очень мало людей у нас стране разделяет мусор пластмассу отдельно и бумагу пищевые отходы отдельно мало того я еще и мою пластмассовые бутылки из-под молока из-под йогурта стаканчики пакеты мою и слаживая все отдельно так вот о том что не надо мусорить естественно не надо никому приносить какие-то неудобства мусорить мешать людям жить это одно из правила ты не мешаешь мне я не мешает тебе так будет правильно вот видите сегодня утром умрали к чистая мусорка но есть ветер который раздувает это все оно все разлетается есть люди которые переворачивают разрывают пакеты потом это все летит вокруг видите все убирают каждый делать свое дело но я конечно с ней согласно мусорить нельзя ой какая у нас прекрасная погода ходить не стоит солнце небо чистое чистое вот видите сколько окурков мелкие окурки никто не собирает окурков мелкие окурки вот видите не знаю видно вам или нет у нас очень много у нас очень хорошая джкх стране люди как пчелки убирает знаете же мусорят на улице уже так тепло что я куртку одела легкую кроссовки легкие летние почти сегодня днем обещают даже на солнце плюс 13 природа оживает птички щебечет хорошо когда молодой все весело все что не делается все без какого-то напряга ощущение тревоги вот многие говорят вот вернуть бы советский союз а я так понимаю что это больше пропаганда это слово говорит навязывает я все думал что ж такого было тогда хорошего пришла к выводу что ничего кроме нашей молодости которые уже не вернуть все было хорошо потому что ты был молодой не замечал недостатки не знал о них что можно было и лучше жить так прогулялась немножко прогулялась немножко сейчас пойду схожу в аптеку надо что-то купить это все утро за компьютером сразу глаза открываешь ленту новостей читаешь ну какие новости как они отличаются новости одной стороны новости второй стороны этого конфликта вооруженного у меня конечно есть своя точка зрения но я не хочу об этом говорить у меня не политический канал не хочу никого раздражать потом работа за компьютером глаза нам облезут не знаю что у нас здесь мяско свинина я практически не ем так в аптеках двух аптеках была ножка нету купила только перекись сейчас пойду в магазин смотрю что там есть потом вам покажу свои покупки всем привет я уже сходила в магазин сейчас покажу вам что купила магазин называется два гуся это магазина это магазина это магазин конечно мне муж его ненавидит это целый квест и не магазин маленький народа тьма все злые ну что сейчас покажу так вот купила помидорок у меня сегодня одни овощи помидорки взяла в двух пакетах а там один пакет ребенку эти два пакета они очень вкусные эти помидоры два пакета завесили два килограмма сто тридцать четыре грамма за килограмм девять девяносто девять белорусских рублей цена хорошие помидоры вкусные желтые яблоки яблоки яблочки вкусные сладкие 2,99 сейчас покажу открою какие яблоки вот такие яблочки уже март месяц яблоки особо купила капусту большую так есть конечно уже молодая но это прошлогодняя капуста она сочная молодая не сочная какая-то с узбекистана или откуда ее привезли купила и и не понравилось мне вот за килограмм выбор 68 купила кефир очень вкусный я люблю этот кефир городень марка так сколько он стоит кефир 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 рубль тридцать пять и думала что взяла молоко а взяла тоже так что у меня два пакета кефира вот такие у меня покупки мяса нет хлеба нет мясо у меня еще есть буду показывать буду покупать мясо буду показывать что сколько стоит сегодня так вегетарианское почти молодежь с vised вы м оборудов я